Подъем в полшестого утра, крепкий чай и вперед на поле. Так начинается день механизатора Владимира из Чердокринского района. Пока не появилась роса, необходимо успеть собрать урожай, которого в этом году как никогда много. Верный помощник хлеборобов из хозяйства птицефабрика Симбирская – комбайны немецкого производства Клаастукана. Полностью изолированная кабина с кондиционером защищают комбайнер от шума и пыли. За день только одному человеку удается убрать до 250 гектаров угодий. Это до восьми сотен тонн зерна. В хозяйстве Чердокринского района уборочная достигла золотой середины. Уже убрали озимую пшеницу. Сейчас убираем ячмень. Пшеницу закончили. 39 центнеров она у нас дала. Это очень в этом году хороший результат. Ячмень 32-33 уходит у нас сейчас пока по кругу. Кстати, ячмень – это вторая по значимости и объемам производства зерновая культура в России. Пивоваренный ячмень закупают производители пенного напитка нашей области и других регионов. Чердоклинский район – один из лидеров по урожайности. Сейчас мы намолотили 75 тысяч тонн. В этом году Чердоклинский район превысит 100-тысячный рубеж. Это традиционно. Это ожидаемо 110 тысяч. Не отстают от Чердоклов и другие районы области. В некоторых хозяйствах уже приступили к уборке яровой пшеницы. После зерна своей очереди на полях ждут сахарная свекла и подсолнечник. Нас беспокоила, конечно, безусловно, в первую очередь эта засуха, которая сложилась в этом году. Она не только в нашем регионе, она в целом в Российской Федерации отмечается. Но, тем не менее, качество урожая здесь хотелось бы отметить, что у нас достаточно неплохое, учитывая то, что, вы знаете, у нас наука достаточно большое участие принимает с участием на сельхознаропроизводителей. Из 13 регионов Приволжского федерального округа, приступивших к уборке зерновых, по темпам Ульяновская область занимает второе место после Саратовской области. Дарья Сударева, Юрий Тимонин, Новости Ульянской правды.